Иван Санников в Красноярске отстаивает права пешеходов. И он одобряет идею ограничить время ожидания на переходах до 45 секунд. Говорит, специалисты выяснили, что после более длительного ожидания у пешехода могут сдать нервы. Вообще был очень удивлен, но наверное приятно, что решили так подойти и прям взять и ограничить. Долгое ожидание оно провоцирует перебегать на красный свет неправильно. На этом переходе на Красноярском рабочем пешеходы ждут более минуты. А это п-образный в самом центре. Время пересечения с одной стороны Ленина на другую через Сурикова около двух с половиной минут. И в целом ждать более 45 секунд приходится на более чем половине переходов города. Ну вот, казалось бы, идеальное решение проблемы. Пешеходный светофор с кнопкой. Нажимаешь и свободно идешь. Когда пешеходов нет, машины также свободные едут. Никакого конфликта между водителем и пешеходом. Но таких светофоров в городе не так и много. Во-первых, потому что они дороже и сложнее в обслуживании. Но все, вот мы и перешли дорогу. Сократить красный свет для пешехода предлагает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Его специалисты разрабатывают единый национальный стандарт светофорного регулирования. Документ нужно будет соблюдать и в Красноярске. А это непросто, считают в мэрии. Пробок станет больше. Если для примера взять такие улицы, как Копылова, Партизана, Железняка, Шахтеров 9 мая, то приоритет отдан именно движению транспорта и в среднем составляет порядка двух минут. Национальный стандарт обещают принять до конца года. Но если бумага стерпит любые нововведения, то не факт, что в бюджете на них найдутся деньги. Сейчас новые пешеходные переходы, как правило, строят возле школ и детских садов. На остальной город финансов найти чиновникам не удается. Виталий Поляков, Владимир Антонов, Новости ТВК.